всем доброе утро сегодня 31 января снимаем первый обзор канала кардинамик в городе одессе машина о которой мы сегодня поговорим это бмв е34 4 литровая думаю для всех любителей бмв она не нуждается в комментариях потому что это самая настоящая классическая баварская бмв сегодня рассмотрим мою тачку 4 литра в 8 на автомате 95 год рестайл данная машина оборудована даже таким мелким ништячком как омыватель противотуманок рабочий который можно в принципе удивить даже сегодня оригинальный и родной 540 бампер который характеризуется такими специальными воздуховодами вы их не увидите на малолитражных бмв шестицилиндровый данный бампер ставился только на 540 в 8 приехала машина из германии с родным пробегом 142 тысячи километров со всеми сервисными книгами всеми ключами документами даже есть ее первый немецкий техпаспорт эту машину любили в германии эту машину любят и здесь потому что данную модель нельзя не любить кто когда-то ездил на такой бмв прекрасно поймет о чем я говорю машина стоит сейчас на зимней резине на 17 дисках с такой небольшой полочкой вот этот размер передний в оригинале колеса не особо тяжелый дизайн на любителя но мне нравится периодически я меняю и дизайн колес вот эту зиму поездим на таких к диске lm техник еще фишка этой машины в том что надо укомплектована четырех поршневыми тормозами от семерки в кузове е-32 дисковые вентилируемые эта машина тормозит просто нереально с любых скоростей машина также была доукомплектована оригинальными м5 зеркалами с 34 кузова изначально на этой машине стояли рестайловые зеркала на ножке хорошо всем известный вот этот дизайн зеркал довольно таки спорный потому что машина не имеет таких сильно заваленных форм как эти зеркала но вещь оригинальная положительно влияет на аэродинамику от них меньше шума чем от родных ушастых вот но дизайн этот скорее подойдет м3 е36 на этой машине еще не проводились никакие сварочные работы она вся в оригинале и на сегодняшний день вы не найдете ни одной точки ржавчины задние диски 10 дюймовые также 17 дюймов они больше заводских тяжелее это может отрицательно сказаться на разгоне но зато у них очень интересный внешний вид большая полка 10 дюймов конечно смотрится здорово резина у нас здесь michelin 255 40 17 в моих обзорах я обязательно буду мерить разгонную динамику автомобиля от 0 до сотни и 0 402 метра принципе уверен вам всем это интересно машине 23 года поэтому ждать от нее 6,8 заявленных производителем думаю не стоит но тем не менее мы посмотрим что она может через 23 года с двигателем который еще вообще никогда никто не лазил мотор не открывался все в машине в оригинале что касается задней части нашей машины она доукомплектована черная оптика hella black опять же обратите внимание на то что это не тонированный пластик не задут и баллоном это оригинальная вещь выпущена на заводе hella которая принципе даже имеет цвета но здесь можете хорошо видеть на ярком солнечном свете также здесь имеется такая бленда очень редкая штука за которой реально гоняются вы даже если захотите ее купить то будет очень тяжело выехал на данной машине почти стандартный но глушитель у нас установлен супер спринт 2 на 76 данная банка стоит немало денег и выдает просто потрясающий звук давайте уделим минутку мотору который стоит здесь под капотом потому что в принципе это целая эпоха это один из самых крутых моторов которые бмв когда-либо делалось на базе этого мотора до сих пор делают современные в 8 бмв давайте посмотрим на нем двигатель м64 литра то первый в 8 м бмв после перерыва в 27 лет с 1965 по 92 год бмв в 8 не делала это очень удачный супер удачный двигатель которого двойная цепь 8 цилиндров угол между которыми 90 градусов за счет чего работает очень плавно двигатель очень эластичный крутящий момент у него 400 метров 286 лошадиных сил это двигатель очень любят дрифтеры ставят его на дрифтовые тачки поэтому еще раз повторюсь данный питбуль сидит на двойной цепи которая по сути вечная обрыва в цепи здесь ну просто такого не существует природе в цепь может это растянуться у него может появиться нестабильная работа на холостом ходу но он работает и работает всегда это очень крутой очень надежный двигатель да у него большой расход в принципе вот с моей ездой в городе машина есть 20 литров но меньше она не будет есть меньше но я это и не надо вот она этого заслуживает так скажем теперь давайте заглянем во внутрь этой машины салон в котором ходят очень противоречивые мнения он несомненно удобный посадка в нем просто супер удобная но реально на заднем диване места мало это чистая правда эта машина внутри намного меньше чем она выглядит снаружи вот но эта машина в первую очередь для водителя переднего пассажира если вы хотите такую тачку как семейную он сегодня это уже вообще не актуально сегодня эта машина исключительно для ценителей который принципе табор собой в ней не возят давайте заглянем вовнутрь обратите внимание на дверной проем резинка еще родная и в 23 года порожки целенькие здесь несмотря на воздействие воды то что ее там неоднократно шарпали ногами посмотрите на дерево на эту кожу пластик вы не найдете здесь ничего выгоревшего ничего затертого но сегодня уже от этого качества ушли даже немцы а японцы никогда его не достигали вот удобная посадка для меня для водителя вот машина данной посадки контролируется довольно легко вот обе руки можно без проблем поставить на руль ноги прекрасно достают до педалей в общем так скажем правильная нормальная посадка при которой в этой машине ездить удобно это о чем я говорил задний диван сейчас я сяду сам за собой мой рост 180 сантиметров и вы посмотрите что в этой машине реально места не вот я сел сам за собой принципе у меня здесь даже проходят руки но прям развалиться ну нормально можно до проехаться но прям просторно и не назовешь вот я чуть-чуть у меня на коже съехала задница и уже но я достаю до спинки водительского сиденья и фиксаторы посмотрите реально я нормально толкаю дверь вот только сейчас она зашла фиксатор им здесь сносу просто нет посмотрите еще закрываем открыли закрыли внутри все кто любят бмв просто должны конкретно протащиться от этой посадки до данная машина еще укомплектована сиденьями спортсиц не по заводу по заводу здесь стояли комфорт сиденья электро с подогревом с электрорегулировками но прошлый хозяин предпочел их снять потому что он очень хотел река ровские спортивные сиденья это также оригинал от е-34 но от машины с более большим пробегом и в принципе это видно когда ты смотришь на все вокруг все очень гладенькая целенькая не затертая сиденья уже не первые свежести тем не менее на них нет никаких трещин дырок просто видно что они уже ну неплохо поюзанные так скажем посадка классическая посадка бмв тех годов причем хочу обратить ваше внимание что бмв был период когда они ушли от этого угла консоли она перестала быть развернутой к водителю на сегодняшний день все бмв снова разворачивают консоль к водителю здесь ты чувствуешь себя пилотом такое место слегка эгоистичная так скажем когда ты сидишь на пассажирском месте тебе даже не все там кнопки может быть хорошо видно или удобно нажать из бы его делает упор на водителя здесь я чувствую себя как пилотом истребителя вот управление светом здесь все включается с характерным классным звуком то есть управление очень понятная интуитивная все кнопки нажимаются четко ничего не западает все прекрасно крутится включается выключается по заводу в данном автомобиле установлен руль техник 3 на сегодняшний день дизайн конечно не особо актуальный но это классика руль просто мега удобный боковые наплывы он не такой пухлый как современных мощных бмв ну как по мне это скорее плюс чем минус так Субтитры сделал DimaTorzok Как я вам и обещал, сегодня мы сделаем замер ускорения данного автомобиля И вообще во всех моих обзорах я обязательно буду мерить ускорение с помощью такого прибора RaceLogic V-Box Sport Очень высокоточная штука GPS работает с частотой 20 Гц То есть примерно он получает сигнал о своем местоположении 20 раз в секунду происходит обновление Привычный RaceLogic, который все привыкли видеть, у которого есть свой монитор Имеет частоту 10 Гц То есть этот прибор в два раза точнее Особенность его в том, что он не имеет монитора Но зато он имеет очень классную возможность коннектиться к вашему айфону через приложение Вот что, как по мне, даже удобнее, чем тянуться нажимать кнопки непосредственно на нем У вас вся информация выводится на телефон Так, сейчас мы его закрепим Ну что же, интересно узнать На больших зимних колесах Что он нам покажет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что сказать. 7.17. Ускорение от 0 до 100. Учитывая, что мы на больших зимних колесах, не ее размера. Квотер 15,1. Для такой тяжелой машины, которой 23 года на автомате, я считаю, это прекрасный результат. 7.17. Будем вести табличку в моих обзорах. Вот, занесем по пятерочке на зиму 7.17. Конечно, если мы это сделаем летом, на летней резине, на 15-х или 16-х колесах, уберем оператора из машины. Я думаю, есть возможность выйти на наши 6.8. Ну и как ты думаешь, какой у меня за результат был без тебя? 6.89 до сотни. И квотер 14,9. Всего вышел один человек из машины. Такая разница. То есть, можно сделать вывод, что 6.8 старушка показывает. Учитывая, что у нас колеса больше, сейчас зима, зацеп похуже, 6.89 есть. И это реально точный результат. Отвезем малышку к Игорю Старчаку. Мастер спорта. Автоспорт. Многие слышали такое название передачи, там капсула времени. Вот я первую машину увидел вживую. У меня первое ощущение, что твои автомобили. Мне нравятся старые автомобили, но я никогда не видел такого состояния. Она и снаружи, и внутри. Все оригинально, все работает. И все в безупречном состоянии. Это крайне редко. Это вообще крайне редко можно увидеть. Вот я от этого без ума просто. И ничего не дребезжит, не дрожит, не стучит, кроме этого характерного кожи. Я попробую эту машину, чуть быстрее заехал, да? Давай попробуем, что она неинтересная. Сейчас. Мы включим ее сразу, потому что скольжение, чтобы она не переключилась на следующую передачу. Давай, чуть быстрее. Ха-ха-ха! Прикольно! Слушай, я не ожидал. Она действительно великолепно рулится и в скольжении. И что очень здорово, мотора хватает. Хватает для того, чтобы... Она снизу, ну это все боевые, снизу они не работают. Она очень слабенькая. Первое ощущение, что она начинает ехать. Но потом, таком это пока до 4 тысяч не доберется, никого не дома. Вот. Но здесь... Да и тихо, он работает, шикарно. Вот. Ряд. И смотрю, открываю газ. Она великолепно уезжает. Можно я больше не буду? Я не могу над этим автомобилем издеваться. Ну, вот. Мне безумно жалко этот автомобиль насиловать. Поезжаются по прямой там, есть-то как ощущения? Таких машин, ну таких... Таких машин, ну, их, наверное, в Одессе... Да, у меня за все время их не было. Все есть качественные машины, качества сделанные, там, ухоженные машины. Но чтобы вот-вот... Таких я... Артем не встречал. Честно. Это не то, что я буду льстеть, но у меня коробка работает, как у автомобиля. Нет этих пинков. Да, как же она хороша. Эта тачка. Несмотря на ее возраст, она все еще способна доставить вам просто море эмоций. Машина для настоящих ценителей. Таких на сегодняшний день остались уже единицы. Вот. И я очень рад, что на первый обзор мы выбрали именно эту машину. Так что для следующих обзоров у нас уже есть кандидаты BMW E30 с мотором 4.4, BMW E30 с мотором S54 3.2 от M3. Также есть BMW E30 с пауком на дросселях M20, Audi A7, BMW X5, BMW X6. Много других интересных тачек. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Карп Динамик. И все будет круто. Субтитры сделал DimaTorzok